привет всем привет youtube подошло время сделать обзор на материнскую плату asus f2 а55 почему м называется она поскольку она урезанная у нее все минимально ужата на минимальной платформе но это материнская плата всего лишь один разъем писи экспресса в отличие от оперативной памяти для оперативной памяти отвели h4 гнезда предназначается для процессора в серии fm2 будет сюда установлен процессор из серии а а именно 5300 поскольку компьютер будет использоваться для офисного обслуживания на него будет установлен еще четыре гектара оперативной памяти и не будет ставиться никакой графической карты также материнская плата основана на чипе а55 как мы уже поняли из ее названия поддержана оперативная память широкого диапазона начиная от 1066 мегагерц до 2400 мегагерц то есть в этом диапазоне можно выбирать оперативную память любого ценой категории которые для вас подходят можно оставить оперативной памяти до 64 гектар также у нас имеется звуковая карта восьмиканальная что позволяет включать хорошую акустику для проведения презентации или дальнейших каких-то обзоров еще чего-то на рабочем месте есть crossfire режим для двух видеокарт но мы его не будем использовать поскольку графическое ядро не будет устанавливаться 6 sata выходов с пропускной способностью 3 гигабайта размер самой материнской платы 30 сантиметров на 22 сантиметра можете представить она маленькая то есть ничего большого у нее нету идет она коробочной версии которую вы сейчас видите ну давайте продолжим наш обзор внешне обсмотрим что она из себя представляет здесь у нас идет в комплекте два sata кабеля сама материнская плата у нас идет в пакете мы еще позже рассмотрим вадим посмотрим что у нас идет в комплекте комплекте идет книжка диск инструкция краткая задняя стенка на системник как я уже говорил два sata кабеля для подключения жесткого и привода коробку чтобы не мешала с вами материнская плата перед нами используется новое поколение конденсаторов как вы видите на материнской плате но здесь возможность подключать USB интерфейс если нам не хватает еще 3 USB можно подсоединить вот эти 6 sata выходов неудобно расположен PCI слот потому что если поставить видеокарту с хорошим охлаждением то он перекроет его и какое-то его использование уже не имеет смысла сзади у нас располагается выход звуковой USB версии 2.0 сетевая карта USB 3 версии чуть выше у нас интегрированные графические карты выходы дальше у нас идет HDMI выход опять USB версии 2.0 под старое оборудование PS выход PS2 так что такая материнская плата будем смотреть тестировать и у нее есть различные вариации разгонов процессора и так далее но я не вижу в этом смысла потому что как бы компьютер не будет в этом нуждаться не будет предназначаться для игровых поколений больше для работы то как бы этого не имеет смысла вот такая вот она небольшая если кому видно сейчас там буквально осталось сверху два сантиметра то вот такая вот она маленькая надеюсь мой обзор был кому-то полезен всем пока подписывайтесь и 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